Всем привет, с вами Мимико и я продолжаю проходить ваншот. Поехали! Так, а теперь давайте смотреть, что у нас тут дальше. Это лучшее место для рыбалки, которое нашел. Вся рыба, которую я ловлю здесь, длиннее моей руки. Здорово! Эй, ты там! Ты не видела маленькую девочку? Она немного ниже тебя и... Погодите, это солнце! Вы наша спасительница? Я полагаю, да? О боже, простите за мою грубость. Я... А, все в порядке? Ты кого-то ищешь? Моя младшая сестра, она пропала три дня назад. Я обыскала все, но... Как она выглядит? Немного ниже вас длинные синие волосы, два синих пера на голове. Извини, я не видела ее. Где ты видел ее в последний раз? В задней части руин. Она сказала, что направляется в лес, поэтому я жду ее здесь. Я обыскал все. Блин. Не буду врать, но, кажется, мы видели. Хотя могу... Могу действительно очень сильно ошибаться в этом плане. Сейчас посмотрим. Попробуем пойти до конца направо, посмотреть, что здесь. Почему эта игра иногда фризит? Я не понимаю. Закончить-то выпуск хочется. Уже давно ничего не было, поэтому... Давайте что-нибудь сделаем. Ведется сбор образцов воды. Угу. Понятно. В общем, мне сюда особо не нужно. Хорошо. Переходим на другую сторону. Здесь у нас, наверное, тоже ничего такого прям... А, нет. Кстати, вот у него какой-то там кувшин стоял. Но, наверное, в него он типа складывает рыбку. Пойдем вниз. И здесь ничего. Деревья прям какие-то магические. Симпатичные. Так. Здравствуйте, человек. Добро пожаловать на научно-исследовательскую станцию. Привет. Вас прислала доктор Сильверпоинт? Нет. А, тогда можете идти. Доктор Сильверпоинт. Ну, мы же там даже ни с кем не общались, поэтому... Ну, такое. Нас не пустили никуда особо. Как получилось, что ты красный, а не зеленый? Ну, больше фиолетового, чем красного. Но твои глаза и все остальное красные. Я здесь только для того, чтобы забрать образцы этой недели. Скоро я вернусь на свою городскую станцию. Я поняла. Я в процессе сбора образцов маха. Ну, круто. Здравствуйте, человек. Это главный генератор Глена. О-о-о. Кристина и я фактически исправили один из них вместе возле океана. Этот генератор сейчас не нужно чинить. Ну да. У вас, ребята, уже есть силовая ячейка и все остальное. Ага. Ну и туда, получается, и пройти. А, можно. Генератор. В нем есть работающая батарея. А я могу что-нибудь применить? Янтарь? Какой-нибудь... Ой. Меня ударило током. Эм... Так, подождите. Я не хочу, чтобы меня опять ударило током, Кристина. Ладно, понятно. Но это в любом случае все очень как-то странненько. И она, зараза, вот подлагивает. Невозможно. Фосфорные деревья теперь защищены новыми законами. Пожалуйста, не срезайте их. Я... Не буду. На сегодняшний день темпы роста фосфорных деревьев были снижены. Так, интересно, что это за домик? О, здесь роботы. Так. Бип-буп. Возобновление проекта по сбору воды. Здравствуйте, живой человек. Привет. Я собрал двойное количество образцов воды. Хотите один? Эм... Мой кот говорит, что органические существа нуждаются в воде, чтобы выжить. Поэтому мне нужно предложить это вам. Ох, конечно, я возьму это. Класс. Слушайте, у нас новый предмет появился. Вот так вот просто. Пробирка с водой. Хм. Видимо, для чего-то она понадобится. Он полон маленьких стеклянных пробирок с водой. Образцов воды. Так, подождите. А мне, видимо, нужно наполнить, может быть, его? А, это уже пробирка. Может быть, ее надо где-то применить? Не знаю, пока что идем дальше. Так. Вообще, здесь достаточно много всего. Мониторинг аномалии. Что это за штука? Аномалия. Ну, да, но... Интересно, что это все-таки такое. Оно появилось еще в предыдущем месте, где мы были. Поэтому... Ну, не знаю пока что. Не знаю. Так, а вниз, налево или куда-нибудь проход есть? То есть, это отдельное такое помещение. Так, хорошо. Здесь тоже вроде ничего больше. Окей, идем сюда. Отойди, пожалуйста. Налево... С тобой мы говорили. Здравствуйте, человек. Добро пожаловать на научно-исследовательскую станцию. Привет. А, Silver Point. Окей. Угу. Про доктора. Маленькие такие островки. Их достаточно тяжело прям сразу-сразу все исследовать. Вот эта вот деревяшка меня смущает. Она такая и одна здесь. Ммм... Может быть, ее надо полить? Я не знаю. Ну, не? Не. Не поливается. Ммм... Правее мы можем отсюда уйти? Да, можем. Может быть, куда-то сюда нам нужно в итоге. Не знаю. Сложно что-то сказать. На сборы образцов воды. Мы здесь были. Выглядит все очень одинаково немного. Поэтому я путаюсь. Я очень сильно путаюсь, куда мне идти и зачем мне идти. Вот. Ой, это кто? Солнце. Вы мессия. Вы по пути к башне? Угу. Через эту стену вы можете войти в пристанище. Сначала вам необходимо написать свое имя в этом свитке. Ага. У вас есть ручка? Эм... Нет. Я потерял свою. Возможно, вам следует осмотреть Глен в поисках другой. Прекрасно. Теперь нужно... Нужно искать ручку. Так, хорошо. Ну, зайдем в здание. Вы нашли что-то, чем можно писать? Нет. Нас, видимо, туда не пускают. Хорошо. Хорошо. Ну, здесь есть другой проход. Эм... Привет. Здравствуйте, человек. Пожалуйста, обратите внимание на то, что районы ниже частично затоплены. О, то есть я не должна быть здесь? Непосредственной опасности нет. Использование этой территории в качестве жилища, однако, не рекомендуется. Угу. Понятно. Ну, окей. Значит, мы пришли к руинам. Так, а здесь я могу эту воду применить? Ну, или вылить. Вы не можете использовать... Ай, не то. Все окей. Идем ниже. Ммм... Здесь какое-то растение. Лозы блокируют путь. Так, нет. Вода на нее точно не действует. Что может? Что может? Теоретически, может, и янтарь. Но, видимо, нет. В общем, их чем-то либо сжечь надо будет, либо... Выстричь. Я не знаю. Я не знаю, зачем это. Так, а тут что? Какой-то большой бассейн. Но частично затоплено, кстати, весьма культурно. Компьютер. Снова здравствуй, Кристина. Похоже, тебе опять нужна моя помощь. В противном случае, Ника не сможет продолжить путешествие. На этот раз информация, которая тебе нужна, попала в самое легко доступное место в твоей машине. Ты видишь это? Да. Вскоре ты узнаешь, что нужно с ней делать. Самое легко доступное место на моей машине? Все еще не понял? Ты помнишь документ, верно? В этот раз все намного очевиднее. Какое самое легкодоступное место в твоей машине? То есть мне прямо сейчас его надо найти? Ну, рабочий стол. Да? На нем ничего нет. Вы знаете, я начинаю догадываться кое о чем. И сейчас я попробую отключить на время wallpaper engine. И... Воспользоваться рабочим столом. Ага. 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 Интересно. Давайте так. Я сделаю, пожалуй, этой штуке скриншот. Включу обратно wallpaper. И просто буду к нему, к этому файлику обращаться время от времени, когда это потребуется. Ну, если это потребуется, да. Но, в принципе... В принципе, пока что, знаете, даже все понятно относительно, что надо делать. Единственное, что, конечно... Как-то немножко напряжено. Но я так и подумала сначала, что самое доступное место на компьютере, это в целом рабочий стол. И здесь не может быть других вариантов, по сути. Ну, вот. Поэтому, да, я заметила, что у меня на секундочку мелькнули обои, когда компьютер делал свои темные делишки. Вот. Но, собственно, я этому, знаете, не то чтобы очень большое значение придала. Так. Ну, то, что всякое бывает, знаете. И здесь тоже закрыт проход. Ну, в любом случае, подсказки это хорошо. Давайте еще ниже пройдем, пожалуй, тогда. И что-нибудь попробуем узнать. Еще. Так, это, получается... Два бассейна. Больших причем. Как-то... Как-то здесь опять много всего, и я начинаю блуждать. Здравствуйте, человек. Недалеко отсюда проживают двое детей. Угу. Ну, это-то мы уже поняли. Причем... Один ребенок немножечко потерял другого. Проход заблокирован камнями. Ну, и что? Возьми этот маленький камешек. И убери его с дороги. Ну, может быть, мы что-то такое поднимем, чем можно будет двигать камни. Я уж не знаю. Так, а это что за место? Причем здесь музыка отличная от той, что до этого играла. Хм. Это мы где так далеко иезем? А-а-а-а... Ой... С-спасительница? Я не могу поверить. Ты существуешь. Мисс? Вы в порядке? Нет. Я... Я должна отправить вас в деревню. Возможно, там смогут... Все хорошо. Все хорошо. Уже слишком поздно. Но... Солнце. Я не видела его. Я не чувствовала его так долго. Спасительница, если тебе не трудно, не могла бы ты одолжить мне солнце на некоторое время. Я... Вам станет лучше? Нет. Это не спасет меня. Я хочу почувствовать его тепло в последний раз перед тем, как я... Ну... А-а-а... С моей стороны, слишком эгоистично просить о таком, верно? Что же мне делать, Кристина? Ну, мне не кажется, что это повлияет как-то на концовку. Давайте, да, отдадим. Вот. Теплое. Я уже почти забыла. Оно такое теплое. Это... Хорошо, верно? Лозы больше не будут мешать. Я больше не боюсь. Блин. Что-то как-то грустненькое это все. Подождите. Это пока мы ей его отдали. У нас проход открыт. То есть, временно я... Я не знаю, хорошо это или нет, то что мы его и пока что оставляем, но... А может быть, давайте заберем... Какое время должно пройти? Это солнце. Сейчас мы оставим его с ней. А-а-а... Угу. То есть, она даже его брать в итоге не хочет потом. Ладно. Ну, я, в принципе, не против оставить на какое-то время солнышко. Если это, конечно, действительно не что-то такое критичное для всех. Ну, а зато теперь мы можем пройти через те проходы, которые ранее нам были недоступны, либо оставить их на потом. Вот. Надо найти, где требовалось решение вот этой загадки. Лоза отступили. Вы знаете, что случилось? Я нашла этого. Человека-растения. Она едва держалась. Я дала ей солнце на время, но... Она сказала, что уже слишком поздно. Понимаю. Мне... Мне нужно доложить об этом в город. Блин. Все, пошли докладывать о нас. Идем дальше. Видимо, вот это вот открылось у нас. Хотя... Господи, какие же большие и длинные здания, которые... Ну... Не очень понятно, куда ты точно выходишь и... Куда тебе стоит идти, куда не стоит. О, мой гад. Забавно. Эй. Ты здесь, чтобы торговаться? Торговаться? Да. У тебя есть что-то, что ты хотела бы обменять? Сделай мне предложение, и я дам тебе что-нибудь взамен. У нас есть что-то такое, Кристина? Эй. Ты здесь, чтобы торговаться? Блин, походу у меня нет ничего такого. Ого. Здесь много блестящих вещичек. Стеклянные осколки, стеклянные шарики. Пустые стеклянные бутылки, почти пустые стеклянные бутылки. Стеклянные бутылки, наполненные разными жидкостями. Кусочки ниток, разноцветная шерсть, обычная шерсть, обрезки ткани. Ржавое ведро, металлолом, ракушки, немного камешков. Кстати, для чего все это? Они ведь такие опрятные. Я не удивлюсь, на самом деле, если нам действительно понадобится что-то из этого, и нам придется менять у нее предметы. Хотя мне кажется, что это не очень круто. Наводнение может отнять у нас наши земли, но оно не сможет отнять нашу рыбу. Похоже на селедку. Или анчоусы. Возможно, сардины. Я понятия не имею. Так, окей, сюда идти не надо. Здесь какой-то маленький домик. Пара обуви и ювелирные изделия. Какой-то плащ или платок аккуратно сложен. Похоже на алтарь. Это шар. Материал похож на янтарь. Опа. Ну-ка. Янтарь. Похоже на алтарь. Подождите. Может быть надо в шар в янтарь? Это посох. Напоминает мне тот, который держал робот с пустошей. Нет, ни на что не применяется, к сожалению. Но было бы интересно, знаете, применить наконец-то где-то этот янтарь. Не думаю, что это стоит продавать, Кристина. О, эй, у тебя тоже есть такой медальон. Я уже откопала парочку таких. Да, есть парень, который обменял бы на них лучшие вещи. Ага, как однажды он принес мне эту маленькую машину, которая играет музыку. Я не знаю, как она называется, но она такая заводная. Музыкальная шкатулка? Именно. Я бы хотела, чтобы этот парень пришел снова. Я не видела его уже целую вечность. Я хочу больше торговаться с ним. Хм. А, забавно. Забавно, хорошо. Так, здесь локация меняется. Поменяется. Давайте сначала исследуем до конца все-таки эту, а потом уже пойдем куда-то еще. Хотя, видимо, уже все, да, она поменяется. Ладно. Не хотела бы ты помочь пасти моих баранов. Обещаю, ты получишь отличное вознаграждение. Эм, да, давай. Прекрасно. На юге находится полуостров с моими баранами. Они все стоят в неудачных местах. Тебе нужно переместить их на темный мох. Если ты застряла, позвони в колокол, и они все вернутся на свои исходные позиции. Удачи. На темный мох? Подождите. Я не поняла. Все бараны стоят в неудачных местах. Тебе нужно переместить их на темный мох. Уэй. Почему такой звук? А, вот это. Подождите. Вот, видимо, в чем загадка, возможно, или нет. На темный мох, значит. Ну, это жуткий был звук. Слышали, да? Вот это вот блеяние ужасное. Вообще ужасно было. Ну, и сэмплы записали здесь жуткие. А можно мне в колокол позвонить? Так, хорошо. Допустим, этот будет стоять здесь. Того лучше не трогать. Допустим, мы его доведем вот так. А, он так не пойдет. Блин. Ладно. Ладно. Оставим его тут, допустим. И его, допустим, вот так. Да? Можно же так сделать? Можно. Этот будет стоять вот тот. Блин. А что такое сложное задание? Ладно, допустим. Я не смогу сейчас ничего сделать, да? Скорее всего, больше. Ах. Да. Ладно. Я пробую. Допустим. Допустим. Делаем как-то так. Вот так. Вот так. Вот так. До конца. Отсюда мы толкаем сюда. И отсюда мы толкаем сюда. И теперь делаем вот так. Я молодец. Ты предоставила отличную слугу для всех баранов. Взамен возьми эту баранью шерсть. Эм, 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 спасибо. Ты направляешься к городу, ведь так? Ты побывал там, сделал это. Слишком тесно, знаешь ли. Но это хоть лучше, чем понимание того, что уровень воды постоянно повышается. Возможно, в городе не так уж и плохо. Блин. Меня смущает одно. В том здании оставались еще комнатки. Другие. Ну ладно, потом к нему вернемся. Все равно нам с этим солнышком... А, вот он. Понятно. Все равно с этим солнышком там остался персонаж. И, ну... Грустненько ему, наверное. Так. Свету от этих фонарей придется постараться. Я вижу, как проклевывается несколько очень маленьких ростков. Возможно, потребуется время для того, чтобы они принесли плоды. Небольшие ростки. Я должна быть осторожна, чтобы не наступить на них. Подождите, а я могу, например, водичкой их полетнее? Видимо, нет. Хорошо. Это какой-то вообще странный квест был. Очень странный. Посевы плохо растут без солнца. И неизвестно, насколько времени хватит наших запасов. Пожалуйста, спасите. От себя нужно торопиться. Я... Я сделаю все возможное. Я сделаю все возможное. Так, окей. А кто у нас здесь? А я что, туда не могу войти? Да, походу. Маленькие дома, в которых я... В которые я не могу попасть. А, нет, могу. А почему же я тут не могу попасть? Странно так. Может быть, с этой стороны? Нет. Так. Не прошло недели. На прошлой неделе я видел много этих квадратов во время рыбалки. Думаю, к ним лучше не приближаться. Квадраты? Квадраты. Это плохие новости. Угли. Это кровать. Ну, больше похоже на матрас. Просто кувшин. Ну, ладно, допустим. Квадраты имеется в виду вот эти вот фрагменты, да? Ну, это, получается, чужие дома. У тебя закружится голова, если ты будешь так крутиться. Я башня. А? Дедушка говорит, что башня все время вращалась, принося солнечный свет в мир. Я тоже хочу ее увидеть. Ну, я уже здесь. Думаю, это только вопрос времени. Угу. Окей. Ну, давайте ходить вот так вот доверху и дальше. Вау! Твои глаза светятся в темноте. Ага. Прямо как солнце. Ой, блин, сколько там. Вот они, наши последние запасы зерна. И теперь у нас проблемы с грызунами. Может быть, вам стоит завести кошек? Нет, чтобы я кошка. Я имею в виду... Овес. Да уж, были бы где кошки. Земля рушится с ужастающей скоростью. Я не хочу думать про тот день, когда местечко полностью погрузится под воду. Мы найдем другое место для жилья. Хм. Как-то здесь все грустно, на самом деле. Я... Ну, обидно это все видеть. То, что происходит с миром. Большая часть зеленого мха, покрывающего нашу деревню, уже потеряла свое сечение. Если бы не тонкая полоска, оставшаяся на границе земли, люди могли бы легко упасть в океан. Без света земля и вода становятся неразличивыми. Ну, мне кажется, что здесь все должны уметь уже плавать. Ну, понятное дело, что не в этом суть, но все же. Оно еще не готово, но... Не хотела бы ты немного похлебки. Я не голодна, но спасибо. Это самое меньшее, что я могу предложить спасителю. Не бойся, простите, если захочешь, немного похлебки. Такой мы, знаете, спаситель. Очень такой себе. Ходим тут, гуляем по всем местам, домам. И по факту мы очень мало, что вообще сделали за какое-то время. Кстати, мы пришли к тому месту, откуда мы в целом приехали. М-да. М-да. Вот, кстати, шебутной ребенок-то. Я ловлю светелечков для мамочки. А, нет, все-таки это не тот ребенок, который нам нужен. Ну, давайте еще раз все исследуем. Потихонечку. Скорее всего, где-то, где-то, где-то... Где-то что-то для нас такое есть. Что мы не увидели, что мы не изучили. Потому что... Прям... Даже куда эту загадку вводить, я еще не знаю. Вы из деревни? Нет. Я не знаю, почему, но наш отец покинул деревню, когда мы были совсем маленькими. С того времени мы жили в руинах. Ну, теперь только Алула и я. Я не могу потерять ее. В общем, того, кого надо найти, зовут Алула. Хорошо. Так, мы приходим к этому месту, да? А мы... Подождите. О! Кровать, еще одна. Я немного устала от этих прогулок. Ничего, если я немного посплю. Мм, да. Почему бы и нет? И что ж, я думаю, что на этом мы завершим наш выпуск, чтобы что-то не происходило, чтобы тут не было. Но, тем не менее, мы это узнаем уже в следующий раз. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно оставляйте ваши комментарии по поводу данного прохождения. Всем пока-пока и до встречи.